здарова народ вы на канале детсад меня зовут дед и сегодня мы продолжим сию за 100 это пафосно не звучало так первое что я заметил при запуске игры только в этой серии может и раньше было что у нас возле костра перс поменялся то есть теперь стоит наша вот это вот как убивца вот красиво продумано интересно и в загрузке естественно но это еще в той серии заметил так ладно собственно шоу нас мы прошли микроманта логова единственное что я так и не понял как добраться до а стой до одного из сундуков по идее если я не ошибаюсь там должны обновиться враги особенно после того как мы победили босса вроде бы как да на этих не обращаю внимание сейчас если это так то было хорошо я тогда понимаю примерно может быть как добраться до этого сундука который я там узрел и только я его вижу собственно так нам сюда если я не ошибаюсь давай ладно сразимся с этими вспомним за одно управление на всякий случай потому что как видишь да вот сейчас враги возобновились на всех локациях не так уж и сложно было вспомнить управление за нашу монахиню неплохо я считаю в принципе какой раскидка ладно кто-то должен все равно пострадать хотя можно было сейчас все равно видишь еще не не за всех помню как играть можно было за нее сделать удар который оттянет так сказать время удара наших врагов собственно так мне сюда я просто до сих пор не представляю как мне пройти к этому сундуку я его вижу я знаю где он но что делать дальше да тут все возобновилась смотри все вот эти ловушки и так далее и тому подобное здесь должен быть только один мах вот этот вот правильно посередине стоять нет нету никого здесь нету почему пупу 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 однако ты че мне делать че теперь этот сундук не досягаем что ли считается или как это странно я просто понятия малейшего не имею как нему добраться интересно очень интересно ну ладно ну и бог с ним надеюсь там ничего ценного не было реально он же еще здесь где-то здесь этот сундук вот там он находится я жаре понятия не имею как нему добираться ну да ладно нифига себе броня не упокоенного нормально нормально кому я могу ее дать да пупу 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 кого хуже 44 56 44 46 давай наверное ему ему это надо все гля как они ее заныкали красиво ты шо чисто случайно наткнулся хотя вот тут видишь как будто бы да как будто бы есть проход больше нигде такого нету понял есть польза с того чтобы протыкиваться из места в место оп не буду я с вами драться спасибо надрались уже я понимаю что это прокачка это все но помимо прокачки это еще и время музыка такая громкая так опа опа так все все так так ага отвлекся на секундочку ну ничего страшного все все приехали все 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 в аниматюр давай как можно быстрее ага расскажите ах ты блин догнал ну это ваши теперь проблем проблемы то что ты меня дохнул понимаешь да расскажешь ах ты киллер лови как говорится раз два три четыре ту минус а тебя так добьем нет не добьем до сих пор не пойму как за нее правильно тайминг попадать почему за этих могу нормально за нее вроде четко нажимаю в момент удара Но комбо не увеличивается Так, мы же достали вот это некроманта Вещи Почему так далеко теперь идти опять? И как открыть саркофаг? Снова же вопрос Я больше ничего такого не находил Очень интересно Игра полна загадок просто невероятных Ну тут тоже ничего не было, насколько я помню Мы же сюда заходили, верно? Да Странно Ну что ж, ладно Зелёный огонь вы добыли, всё же С якорь теперь мы сняться можем Ну и хорошо Может мы как-то потом сюда зайдём А зачем? Не понимаю И как он работает? Он пульсирует, может если я просто Ну да, типа магию свою применяю До свидания Опа Сработало? Отлично Сырай, как долго, по-твоему, яд будет Понятно Сырай Мы эту, значит, клинки даём Всё, даём Она ушла Мы даже не успели её поблагодарить Странно Устроимся поудобнее Это может взять некоторое время 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 такое оно Потом ты такой А как же мне делать сальто назад без меча? Это ты постоянно опекай свой бастион Праведников Я рад, что ты больше этим не занимаешься Опекала свой бастион Честно говоря, мы уже помогли многим людям Конечно, просто не стоит сильно этим печиться Если я когда-то вознесусь как солнечный То стану искрой То солнечный Слушай, мне было всего 10 Валере Что-то случилось, когда его разум захватили В смысле? Сам не понимаю Было чувство, будто у меня в желудке открылся шлюз Как в первый раз, когда мы обучались магии? Типа того, но намного сильнее Думаешь, это была сеятельница? Нет, не было ощущения зла или чего-то плохого Ответная реакция на то, что Гарлул оказался в опасности Но я не мог дать волю этому чувству Так как боялся, что меня накроет Хм Вероятно, я мог бы ему помочь Но если бы не появилась Рай, он Зейл Самое важное, что мы уже все в безопасности Думаю, это было мое пророчество В смысле? Древний туман сказал, что у меня есть потенциал Но сначала нужно взглянуть на ночь внутри себя Думаю, это он и имел в виду Мысль о потере человека, которого любишь Я почувствовал силу, но не мог применить ее Не накручивай себя Пророчество не меняется от того, что мы уделяем им столько внимания А тебе не любопытно узнать о своем? Ну, он сказал, что я смогу создавать пути на воде Интересно, как это понимают Да, сплошные загадки Мне кажется, не имеет значения, произойдет это или нет Какой смысл мне спать из-за этого? Ты прямо само спокойствие Хотел бы и я родиться в зимнее солнцестояние Ха-ха, зато вы с Орлиной намного энергичнее Полагаю, что в какой-то мере мы друг друга дополняем Поэтому у нас получилась отличная команда Наверное Или потому, что крадя мою манну, ты можешь хвастануть? Что? Кто бы говорил Это ты делаешь еще чаще меня Опа Горл Ну, да Глаз открылся? Привет Я радуюсь, что ты вернулся, горл Ребята, мне только что приснился какой-то кошмар Теперь ты в безопасности, дружище Не переживай Что случилось? Помнишь, как нам не удалось помешать Сельчайну войти в дом с привидениями? Немного смутно, но да В общем Он вошел Хорошо, что они все рассказывать не стали Ого Хочешь сказать, что она может телепортироваться Вырезая каким-то образом магические врата Из разряженного воздуха Это уже слишком Надеюсь, мы еще встретим ее Я должен это увидеть? Я даже более чем уверен, что ты ее встретишь Добро пожаловать в первые там скорби Присаживайтесь, если сейчас подойду Спасибо, трактирщик Мы не на дом Да, конечно Это тот же голос великого мастера Он и здесь Уру Здравствуйте Гляньте, кто добрался сюда Вовремя Приветствую всех Рад вас видеть Затмение скоро начнется Я должен провести вам инструктаж Мы же не хотим Мы же не хотим, чтобы сетельница захватила чей-то разум Так ведь? Ох, это уже случилось В смысле? Мы отправились в лес И сетельница захватила мой разум Но как-то ассасин применил парализующий я Чтобы выиграть время Начался бой с некромантом И... Твою мать С некромантом? Хочешь сказать, что Валерий и Зейл Вступили в бой с Ромах и Эй И выжили? У нас была подмога Эти двое, клянусь Хе-хе Не важно Мы должны добраться до логово-сетельницы поскорее Я объясню по дороге У вас есть время на последнее приготовление Дайте знать, когда будете готовы Хе Все ясно-понятно с вами Так, а что такое ощущение, что... Не, не сюда Сюда Ох, да Как будто не с того плеча начинается все Аж как... Какие последние приготовления? Погодите, такой действительно хотел помочь Я... Обосрался А я тебя знаю Я тебя знаю Знаю, я тебя дам А я тебя знаю Знаю, знаю, знаю Кто ты такой Хотите остаться ночью? Нет Выходили в другое время Да Так Здрасте Поговорим Очищение будет непростым Но не забудьте обзавестись хорошим снаряжением Да-да-да Так А зачем оно тут? Хе-хе-хе. Это ж точно, да. У вас есть что-нибудь? Кальцитовая крышка? Ух ты, Господи. Так, ну, снаряжение у меня уже и так, я так понимаю, самая лучшая. По сути, что за золотой 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 золотой. Скидка действует во всех магазинах. Что продать мы можем, кстати? А то столько всего. Давай, кинжалы продать. Полосат, чём тут делает? Всё, остальное экипировано. Костяная броня. Пиратская одежда. А, ну, кстати, ему можем пиратскую одежду дать? Гарлу нашим. О, да, можем. Отлично. Продать. Гарлу всё равно нельзя броню это продавать. Это давать, точнее. А, лучше. А лучше ничего не будет. Ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Паня. Персть. А, ну, это же эти. Я понял. Так, у вас что-то есть? Папелло, шо? Да давай купим, господи. В чём беда? Продам по одной. Пока похраню ещё. Я не знаю, сколько мы будем ещё... О, грустнику можно продать. С десяток, да? Гриб. Тоже с десяток чё нет. О, морепродукты. Погнали. Тут штук 30 можно пороть ему. Лично. Крупы. С десяточек тоже. Всё, хорош. Оставим на готовочку ещё что-нибудь. По сути, что, по снаряге всё? Правильно? Правильно. Единственное, что теперь вот здесь мы можем, по-моему, куда-то добраться. Да. Отлично. Как хорошо, что я это, как сказать, вспомнил. Псидиановая руда. Замечательно. О, и куда это мы? На второй этаж. Зачем? О, ха. Видишь, как попрятали? Турбопеченье. В смысле? Что? Что такое турбопеченье-то, я? Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Не еда. Странное печенье для призрак. А, да? Окей. Окей. Когда я вижу девушку, я говорю оу, да? Когда я вижу парня, я говорю оу, да? Когда они идут пары, я говорю оу-кей. Ха-ха-ха. Прикольная фраза. Так. Так, да. Так, да, так, да. Мне что-то кажется, что ну вот это печенье уже должно как бы... привлечь эту тварь. Зеленое пламя у нас. Я отвезу затопленное кладбище. А, нет. Он отвозит только туда, куда вот какой цвет пламени и все. Блин, опять это смотреть? Плывем, плывем. Плывем, плывем, плывем. Еще плывем, плывем, плывем. Мы все плывем, плывем, плывем. Плывем, плывем. Плывем, плывем, плывем. я не знаю зачем такую загрузку сделали могли просто вот так вот пропустить турбо печенье тить колотить сега мега драйв и турбо печенье что-то из этого так ну я надеюсь что у меня больше вариантов нету в этом плане печенье будешь нет печенье привлекающие призраков все кончились варианты спасибо до свидания странное печенье для призраков но тут в дал тикс может получить из этого рассказ круто странное блин печенье для призраков спасибо за еще одну загадку мне с этой покоя не было теперь еще одна да да спасибо спасибо что ж кошмар до лук парейну скорим здрасте тут нельзя проплыть странное печенье для призраков круто все ничего не скажешь на этот дядька вот тот который не точно не он домой пожалуйста пожалуйста домой шо шоу надо всем от меня я вообще мог бы туда не заходить на эту крышу правильно может здесь что вам солнцестояние кстати рам солнцестояние кстати добрый вечер смысле я что-то нажал и она засветилась и и а а а а а чё не светятся-то так допустим клац зафиксировали отлично чё я взял что это да что у меня зачем мне это подбирается и еще одно турбо печенье ключ а из храма солнцестояние круто хоть бы сказали что это какой-то ключ а а а а а ключ а понял вообще смотрю справа душу это за дырка такая ну тупо дырка понимаешь я думал канализация урон нежити наносили круто опять же зачем ну в принципе пока мисс понятно зачем он мне все только потому что опа что-то мне кажется неправильно сейчас было ну да как по мне мне надо было только на одну забраться правильно правильно вот здесь я думал это канализация вообще какая-то понятно интересно сделано вот уже прикольно мне нравится типа мы ключ с этим закрыли все теперь ключ беды ну так а подожди ну так а подожди факт не ну тогда тут вот этот уберется естественно мне нужны два но а ну все понятно мне ж теперь здесь не нужен ключ правильно правильно а не 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 рано 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 все теперь мне здесь ключ ну да прикольно я не скажу что сложная загадка но побегать пришлось как видишь надеюсь награда того стоит что как говорится мне нужно как говорится потраченного времени как минимум как минимум сначала эту блестящий меч тоже доп урон нежити прикольно прикольно а это у нас пояс солнцестояние оба опа смысле что такая заставка зачем что это значит что это было так допустим пояс солнца стоплюсь 7 магическое так и все серьезно ну такое может зелу конечно хорошо было плюс 15 массу за ну по сути да у него и так а за достаточно да пока хватит и все понимаешь я чё-то думал награда будет поинтереснее но хотя опять же меч блестящий достали уже хорошо стоп а зачем вот этот обход а это если мы упадем ну да понял принял да нам опять через лес шуровать да я правильно понимаю я надеюсь мы пропустим этот момент где не знаю что может разбудить эту еще есть замки которые не открыты тоже круто призрак на западной окраине деревья добрый вечер где не видел давай я посмотрю где он запад но сверху получается где тут призрак нет здесь никого что ты чешешь а стоп запад это с этой стороны это слева тю здесь можно было просто перелезть серьезно подожди я был здесь нет я не был здесь здрасте вам печенье где она где она здравствуйте вы не видели мою трубу печенье я бы сейчас его поел вот пожалуйста ооо большое спасибо да начнется мое царство террора сразимся вот так и помогай потом призраком а что я могу сделать рывок если смысл мне не собью никак но давай попробуем 114 а за серьезно раз два три четыре добрый вечер и как бы двадцать шесть а за это я тебя в руками побью ну ладно не с первого раза разрыв души защита от разрыва души сосайки кто ты кто ты шо это я освободил деревья спасибо найдите мою могилу да ладно получено ключ от сарая я понял вот это такая загадка офигеть я серьезно все сейчас происходит чисто случайно я ну как то само получилось понимаешь ключ от сарая я сколько помидор помидоры лутаем только на раз ля шо творится я даже не пробовал через тот забор перелазить я не знал что там вообще что-то находится ключ от сарая давай прыгаем вниз видим низ прыгаем вниз а здесь мы найдем артефакт а там потом пойдем могилу найдем да шо это такое вы пришли сыграть да надо было сохраниться перед этим я считаю да а театр погнали это моё добрый вечер всем валери хочет поучаствовать в нашем конкурсе поприветствуем давайте когда день рождения у валери зимнее солнцестояние это правильный ответ твою мать хе-хе-хе-хе ладно следующий вопрос назовите имя тренировочного голема из зенитной академии ахуи гады вирт именно ладно следующий вопрос что именно нужно сделать чтобы применить магию без ее использования использовать живую манну для усиления попросить как будто вот это вот валерий набирает одно очко ладно следующий вопрос правда ли ложь усиление восстанавливает ам блин а я не помню ложь это правильный ответ ладно следующий вопрос вы столкнулись врагом у которого тактика два замка от тупого оружия два замка от меча какое комбо поможет вам выйти из ситуации удар солнцестояния почему потому что там да бьют да именно и валери два удара делает это два точно кстати ладно следующий вопрос детей солнцестояния доставляют в уединенную деревню на туманном острове как она называется наверное лунная колыбель звучит вот да фуф ооо вы отлично справились вот вам награда за ваши выдающиеся результаты получена блестящая жемчужина а теперь об игре как видите правила простые я задаю вопросы вы стараетесь на них отвечать если вы играете получите приз а еще есть звонок друга но с этим вы разберетесь самостоятельно у нас есть несколько наборов вопросов но поговаривают что их на самом деле больше если найдете их обязательно принесите мы и мы сыграем ладно на сегодня все спасибо за игру увидимся в следующий раз что происходит хотите сыграть да у меня есть набор вопросов кстати добрый вечер давай так сыграем а есть еще набор вопросов первого это то самое да попробуем для экспертов что именно нужно сделать чтобы применить магию без ее использования использующую мод манну для усиления вот это было уже ладно следующий вопрос сколько им расходится без снаряжения для солнечного заряда за его 8 сволочь я это помню следующий вопрос правда ли ложь а коза глыба можно найти в запретной пещере а ну там козел был вроде или нет да а все да на этом вопрос окончен вы исчерпали попытки спасибо за игру хочешь сыграть еще раз да а так можно да сколько ему становится обычное так и без снаряжения да серьезно а ну так и заучить можно да да 8 что именно нужно сделать чтобы применить магию без ее использования а это использует же манну понятно это правильно ладно следующий вопрос получается ложь именно следующий вопрос как зовут духа обитающий на вершине горной тропы старый гейзер сжатых древний туман старый гейзер это дед на кровати пузом вниз лежит и пердит блять старый гейзер валери набирает обночку ну ладно следующий вопрос у нас у нас лунная колыбель было это уже а что это для экспертов вопросы назовите имя тренировочного голема в зенитной академии верт именно ладно следующий вопрос когда нерождение у валера тоже было зимнее солнцестояние ладно следующий вопрос сколько им восстановиться при обычной атаке без снаряжения тогда 3 4 не может быть ю вы запись у этот легкий 3 ну да ладно следующий вопрос вы столкнулись врагом которого два замка тупого и два замка да 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 удар слон со стороны именно ладно следующий вопрос усиление восстанавливает ложь но нахватит платит руда бирюзовой янтаре получено хоть сыграть еще раз да давай обычный кто руководит пиратской команды капитан клише да капитан ладно следующий вопрос какую функцию могут продолжить выполнять мол пинцы ухаживая за витринами туннеля в аванпосте к вище играть мелодию ну да именно ладно следующий вопрос сколько красных ягод брусники требуется для приготовления одной порции ягодного повидла а я я и 5 скорее всего 5 до ладно следующий вопрос какой из этих врагов не встречается в топе получу из топе 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 как коза глыба не то ладно правда вело что малканцев он просто как приходит из древнего рода магов стихий ну может быть а там хрен его знает тикс погнали я не знаю я не помню правду ладно следующий правда ли ложь те кто путешествует на шух боли приземляются на остров спящего змея после того как их помает из кол и x стол и к стол запускает или нет их стол запускает пах ложь да блин значит получается да какая следующих локаций не располагана острове спящего змея первый этап скорби именно ладно следующий вопрос как малкомат назвал своего питомца саламандру рокки маляри набирает . отлично а то есть а шума во два раза ошибиться до теперь спасибо ну да и давай теперь что там второй левел твоих экспертных вопросов получается да правда это правильно ладно следующий вопрос сколько красных яблата 5 это мы в курсе ладно следующий вопрос кто руководит киранской команды до калиша замечательно следующий вопрос молканцев он постаканчиво приходится с древней родной стихии правда правильный ответ ладно следующий вопрос какой из этих врагов не встречается в топе буромыш точно не встречается ладно следующий вопрос какую функцию может продолжить ухажает а это понятно прикольные ответы все равно набирает одно очко замечательно ладно следующий вопрос я не пойму почему повторяются ну ладно рокки это правильный ответ ладно следующий вопрос как называлась шлюпка на которой команда пиратов переплава через мелкотопию а вот я не помню конопаченая лодка да ладно следующий вопрос как из следующих локаций не расположен на острове спящего змея 1 это в скорби это уже было ладно следующий вопрос раз как называется заколдованная валюта способна управлять нежитью монета договора бессмертия да это правильно замечательно без подсказок без ничего спасибо опять это руда бирюзовой ну все в другой раз спасибо большое прикольно 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 так это женщина тогда сказала найдите мою могилу не так ли запах не очень приятный тут все книги неимоверно старый скучный обсидиан рода где мы вообще находимся что это за сарай такой запах так себе прикольно даже если мы найдем ее могилу захочет сказать что она откроет а это было здесь прикол здрасте используйте устья реки ведущий по снаряжение банка с печеньем пламя все все как бы давай мне записи оттуда сбегаю если что-то обнаружится то ну чтоб не задерживать тебя и себя то у тогда вернусь сразу там если ничего не обнаружится встретимся здесь же сейчас вернусь короче даже понятия малейшего не имею что там открывает и будем двигаться дальше посмотрим мне кажется я смогу сюда еще возвращаться в этот город готов отправиться давайте мы отдохнем восстановим восстановим так сказать все силы что-то могу приготовить мне рагу не надо а вот грибной суд да потому что сейчас как отправимся и не вернемся а и да кстати почитаем новый артефакт да вписали три сестры хотите послушать рассказ да а кстати мы еще тут великий призыв не слушали но нынче мало кто знает что кунус нуку уже был изгнан к моменту великого призыва создание канала началось за несколько месяцев до этого когда людоящеры все еще имели преимущество это было ближе к концу многолетней битвы когда стало ясно что малканские маги одержат победу в эту великую ночь по всему архипелагу разносились ранее победные крики внезапно само небо развернулось и огромный небесный змей появился чтобы сеять хаос по сей день историки спорят о происхождении небесного змея некоторые говорят что это чистое исчадие ада вырванное из другой реальности и вынужденное скитаться здесь другие верят что он пришел с небес и это никогда дружелюбное создание чей разум был порабощен темной магией но независимо от того откуда он взялся небесный змей должен был изменить мир навсегда еще во времена бардов могли провести ритуал стихии чтобы обрести контроль над разумом небесного змея но увы бардов давно нет используя магию земли как свою единственную силу малканские повелители стихии разработали план по сдерживанию угрозы прорыв замысловатые ветряные туннели прямо в горе из их стола они превратили ее в гигантский музыкальный инструмент продувая гору ветер начал играть настолько чистую мелодию что заставил небесного змея уснуть магия была сильна и считалось что мир будет в безопасности и еще многие поколения или до тех пор пока гора играла мелодию без фальши для пущей надежности малканцы оказались от изучения магии и устанавливали аванпост на вершине горы через несколько поколений они стали отличными рудокопами соблюдая клятву поддерживать туннели в рабочем состоянии с тех пор отважные малканцы трудятся день за днем защищая мир ударами кирки несмотря на столетия стабильности легенды гласят что волшебство ветряных туннелей со временем исчезнет исчезнет остается лишь надеяться что барды вернуться раньше конец такая история ребятки и еще одна мне нравится музыка этих историй вот если кто не смотрел первую я специально читаю своим голосом чтобы придать отличности может говорят что каждый раз когда в день солнцестояния рождаются близнецы судьба подбрасывает монетку их врожденная магия будет либо невероятно светлой либо испорчены до такой степени что ее следует сдерживать для общего блага на протяжении поколений многие близнецы воины солнцестояния совершали великие дела но несмотря на их огромный потенциал они так и не могли возвыситься до богоухранителей для возвышения требуется одна зима и одно лето на родственным душам не суждено расстаться навсегда в особенно теплое летнее солнцестояние монета судьбы упала на ребро когда родились тройняшки как показал подсказал институция большого орла вскоре стало очевидно что мораль разделилась на три части будто для того чтобы увидеть как врожденная магия выражается в разных проявлениях поскольку собственные действия неизбежно отталкивает их друг от друга им дали раздражающие похожие имена Майяра Ямарра Ирра Майя Майяра прилетела в лунную колыбель где стала грозным воином солнцестояния и директором зенитной академии о так это да будучи верной защитницей Майяра отдала свою жизнь возглавляя атаку на сеятельницу раздора Ямарра была нейтрально более известная как Карга из болот поющих грибов видя уединенный образ жизни она наблюдает за далеким будущим выдавая загадочные откровения о ключевых событиях и надвигающихся угрозах Пяти годам она верно предсказала что флешмансер уйдет если сеятельница раздора будет побеждена ценой жизни Майяра Несмотря на свою огромную силу она остается беспрепятственной во всех конфликтах Тем временем Ромайя тратила каждую секунду на изучение того что может поднять о путях флешмансера и разработала собственное запретное искусство Благодаря пониманию магии крови она стала первым некромантом и изобрела способ запечатывать душу в предметы Одним из ее примечательных изобретений являются свечи которые обладают уникальным зеленым огнем и никогда не перегорают Из-за их крайней приверженности различным путям три сестры вызвали множество рассуждений о выборе и решениях которые человек делает своей жизнью Жить смело и самоотверженно как Майяра и принять раннюю смерть сражаясь за достойное дело Жить тихой и мирной хотя и уединенной жизнью как ее Мара Отказываясь от амбиций ради безопасности но так и не познал истинную себя или может потакать себе как Ромайя с полной уверенностью что она справится с последствиями своих злых поступков Действительно ли три сестры были причудой судьбы или же это оказалась коварная игра неведомых богов или дело просто в том что в поисках смысла мы склонны путать чистую случайность с судьбой Этого мы никогда не узнаем и оно наверное к лучшему Конец Такая история Нам нужно увидеть Майяра Затмение вот-вот начнется Так Отдыхаем Собственно Шо я готов Погнали Готовы? Да Пошли наваляем Всем Что ж пойдем Не отставайте Вперед К очищению Хм Ты же не думал идти с нами? Эй Я умею драться и могу помочь если нужно Сеятельница не восприимчива ни к чему кроме магии солнцестояния Твое присутствие лишь помешает Древний туман Он выдал мне особое разрешение Что? Вот Я знаю когда нужно отойти в сторону Не переживайте Главное не стой на пути Хорошо Великий Мастер Понятно Вот так Не стоило этого слышать Учитывая что серьезность мое второе имя Но в общем он сказал что никогда не использовал заклинать против обычных монстров Только самое мощное из них когда сражался с боссом Не понимаю какое тут может быть веселье Ну, наверное, каждому свое Куда идете, капитан? Не твое дело получается Сейчас капитан опять нам будет помогать, да? Здесь всегда так темно Мы узнаем, когда будет затмение Вы поймете Проклятие ночной завесы сильно Но оно не может противостоять затмению Не терпится это увидеть Уже совсем скоро Воу, Вайли Вот-то факт ты сияешь Время пришло О, все, мы убер сильные становятся Подключитесь ко мне Воины солнцестояния Вот это блютуз Вот это я понимаю Скорее у нас совсем небольшое Временное окно Пошли рвать и метать Жопы налево и направо Я соглых Блин, сейчас еще по этому По согняку бегать до послезавтра, да? Дом с привидениями Эрлиной Бругрейс Бругрейс До сих пор не могу выговорить его имя Вы очистите подвал Но будьте осторожны Проглот опасный противник Это мы еще посмотрим Хе-хе-хе Валерий и Зейл Вы очистите торжественный зал Потом направляемся в сад Ботанический ужас Устроит вам испытания Но вы справитесь Мы не подведем Помните то, чему вас учили Лунная магия против духов А солнечная магия Против материальных объектов О, кстати, спасибо Хорошая подсказка Жалко, что поздно А я пойду наверх И начну трудиться Над последней печатью Когда закончите Приходите ко мне И мы избавим мир От Сейтельницы печали Раз и навсегда Удачи, бой На солнцестоянии Ну, че Погнали, что ли Я тоже вправо хочу О, уже сундук вижу Опа Доровенький були А я что, правильно Сразу пошел? А вот и ты Я не могу сразиться С Сейтельницей Вместе с вами Но есть и другое В чем я способен помочь Эй, ты наверное Сирай Я, Гарл Спасибо, что помогла мне Мы рады, что ты с нами Не за что А с Сейтельницей Присоединяйся к команде Используйте команду Порядок Чтобы Сменять Меню игры Или сменить В бою Чтобы изменить Систову команду А, то есть А, то есть Если мне Серая Больше нравится Я могу Ее Заменить Давно Не убирали Блин, ну я даже Не знаю У меня Гарл Топал Он не прокачанный Как она Ладно Сейчас Подожди Хорошо И с ним Комбо есть А с ней Нету Я шо Правильно Пошел Сразу Я так Не хотел Че здесь Ага Там Бру И Серина Это все Че здесь Здесь Вообще Ничего Запечатано Замечательно Просто Старая В книге Угу Кто ж Такая Сейтельница Это Какая-то Женщина Или Это Я Я Че-то Представлял Себе Какую-то Сороконожку Знаешь Такую Эээ Просто Опа Добрый Вечер Да Красиво Обсидиановый Бруссок Обсидиановый Сосок Дымо Да Вся Хуй Не Старая Книга Ну Ну Надо Здесь Сохраниться О А Я Случайно Нажал Ага Вот здесь Смена Может быть Круто Посмотрим Ну Допустим Здесь Смена Да Ага А Ага Ага Это Конечно Интересно А А тут Надо Нажимать В какой-то момент Я Я Я Просто Не Помнил Ай Надо Было Поэтому Бить Да Падающий Пузырь Ну Пузырь Это Понятно Ну Мы Тебя И так Зачмырим Да Ну По сути Да Все равно Не пойму Вот Я бью Я точно В ее урон Вот этот О Мы что-то Очистили Здрасте Спасибо Что избавились От злых духов Вы можете Воспользоваться Огнем Если хотите Отдохнуть Спасибо В этом особняке Есть другие Затерянные души Готовы вам помочь Но они не являются Пока вокруг полна Замка Духа Да Да Отлично Отдохнуть Это хорошо Что там Блин Понятно Сеятельница Печал На Когда Лунная Магия Против Духов Поехал Фу Блин Я Извиняюсь Так Тупануть Мог Только я Опять Ну Что Такое Ого Ты в курсе Что это больно Ты Собака Сутула Логично Полностью Вы Пришли Помочь Тогда Взгляните На факт Если Отка Сладает Понятно О Запечатано Распечатано Спасибо Не понял Записка Пакетированные соки Для обеда Набор Набор Правил Для тех Кто Работал Прислугой В особняке Прикольно Так А что Здесь Как будто Духи На Ты просто Понимаешь Когда они С двух сторон Мне капец Как неудобно Когда они С одной Все стороны Вообще Изи Смотри Вытворяю Просто Шарик А вот Сейчас По двоим Вот так Да В другом Ну А Ну В принципе Ты тоже Не атакуешь Да Да Нажимать Позже Или Раньше Да Что Вы Издеваетесь Меня Понял Гром Мимо Еще Гром Мимо Ты Гомно Такое Все равно Не понимаю Зато Опыта Неплохо О Че Пожрать Дадут Вот это Можно взять Ой Можно мясо Брать Ой Класс Ой Спасибо Рецепт Рыбный Пирог По лунному Лунный Лунный Рецепт По рыбному Что это Показалось Кайфу Смотри Сколько Всего Пир Горой Ёлки Так Там Картина Есть Какая Брат У тебя Приветствую Взгляните Выглядите Странно Вы живые Что ли А Привет Дружище Мы ищем Торжественный Зал Не знаешь Где он О Да Где-то За этой Дверью Знаете Что Если вы Сделаете Мне Сэндвич Я Открою Вам Дверь Замечательно Тебе С чем Мой Любимый Довольно Просто Две Части Печени Четыре Части Пыли Три Части Сахара И Часть Ржавчины Между Двумя Кусками Жути Конечно Хорошо Где Нам Найти Эти Ингредиенты На Кухне Все Есть Я Открою Вам Дверь Рецепт На Столе Если Понадобится Прошу Только Поторопитесь Я Хочу Есть Ты Меня Уже Пугаешь Кто Бо Ты Ни Был Или Что Бо Ты Ни Был Так Ага Там Все Есть Говорит Жуть Печаль Я Займусь Этим Не Могли Был Дать Мне Ингредиенты Две Вы Серьезно Я Должен Был Запомнить Три Части Три Части Сахара Хорошо Что Написано Три Части Сахара Четыре Части Пыли Часть Блин Вы Честь Деваетесь Две Части Печень Три Части Ржавчины Да Одна Вроде Так Так А чё Печень Одна Нет То есть Она берется Вот так Вот Четыре Части Пыли Одна Часть Этого Две Печени Правильно И Три Части Сахара Пыль Четыре Сахара Три Ржавчина Один Лон Тяжите Два Хотите Чтоб Начал Да Ладно Время Перекоса Давайте Мне Пару Минут Ты Справишься Гарл Да Справиться Куда Он Денется Я так Понимаю Если Неправильно Вот И Все Теперь Надо Пойти Повидать Кого Призрака Мастерский Сэндвич И Я так Понимаю Что Если Мы Неправильно Приготовим О Какой Вкусный Сэндвич Вот Вам Еще Кое Что За Старание Спасибо Говор Есть Уговор Что Побав Проводить Через Библиотеку За Моей Спиной Просто Коронуйте Короля И Вы Уже Там Я Правильно Приготовить То Он У нас Напал Бо Или Что Тоб Случилось Интересно Чтобы Открыть Тайный Проход На Кухне Просто Взгляните На Горшок В саду Какой Тайный Проход На Кухне Вот Тут Какой Горшок Не По Иде Тайный Проход На Кухню Странно Просто Вроде И Тут Я Нигде Не Могу Ничего Нажать Не Пройти Горшок В саду Ну Наверное Сад Это Где-то На Улице Правильно Все Вроде Все Проклац Ничего Нигде Тут Нет Окей Окей Просто Старай Запыльны Иди Сюда Буду Вешать Тебе Люля Пойдет Опять Не пойму Как этим Пользоваться Как будто Один раз Получается А потом Не Получается Я Уже Уворачиваюсь От Массовых Атак Но Но Как Блин Так По идее Тут еще Одна Драка Может Быть Отлично Хороший Сып Суп На На Корне Рыцар Нет Взять Рыцар Штим Ничего Не Трогать Короновать Надо Короля Пока Ничего Не Трогаем 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 Ага Нас еще и окружили Тут нехерово Да Давай допустим Окей Попробуем Хотя Эх Не успел Ладно Пробовать Вот этих Двоих Снести Да А можно Отменить Я Не то Хотел Ладно Я думал Еще и усилить Атаку Было Вообще Круто Ну У них Такие Себе Заклинания Во первых Легко Увернуться Во вторых Атака Так Себе Вот И Замечательно Огонь Ауч Это Я не Ожидал Я не Видел Этого Так Ни Разу А вот Эти Кстати Больно Бьются Ай Это Там Еще Книга Сверху Я Вообще Про Нее Не Заметил Кошмар Кошмар Давай На голову На этого Хоспитер Нормально Не 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 Братаны Вы Все Уже Давай Давай Да Сведут Ули Корону Вижу Корону Вижу Это Уже Хорошо Корона По Сновственности Назоваться Было Уже Там То Ночная Завеса Где Там Это Кстати Неплохо Прошел Тогда Зачем Мне Сюда Такой Обход Это Чтоб Типа Не Драться Нескем Подожди На Короле Рыцарский Шлем Не Трогать Что С Этой Стороны Трещу И А На Рыцаре Шлема Нету Собственно Что Это Король Одел Как Говорится Взять Шлем На Тебе Корону Рыцарь Должен Шлем Король Должен Быть В статусе Король Должен Быть Красивая Шлем Есть Шлем Шлем Защищает От Звездулей Ах Ты Ёлки Ты Палки Бык Бык Обезьяна Жук Хлюк Бык Обезьяна Жук Хлюк Собственно Собственно А здесь У нас Наоборот Бык Обезьяна Жук Клюв Бык Обезьяна Жук Клюв Ну Изи Ох Ёлки Обезьяна Обезьяна Очень Долго Да Наверное Ага Стопэ Чуть Не пропустил Спектральный Плащ Опа Это Наверное На Нее Да Ага Круто А еще На кого На Гарла Что О Класс Шо Шо Гарлоп Страшно А Гарлоп Лащик Да Прикольно Зайдет Так Ну Нам то По идее Ага Нам не вниз Да Эта часть Стены Кажется Хрупкой Посмотрим Удаст Нам Пробиться Подожди Не идем Туда А Получится Хороший Короткий Путь Ой Как Хорошо Действительно Давай Знаешь Что Потому Что Следующая Серия Скорее Всего Будет Драка С Боссами И На Этой Серии Пока Мы Закончим Сразу Продолжим Потом Следующая Серия Очень Интересно Что Будет Дальше Но Я Боюсь Что Это Все Может Затянуться Очень Надолго Поэтому Закончим Сейчас Здесь Лучше Мы Следующую Сделаем Чуть Чуть Подлиннее Спасибо Большое За просмотр Лайк Подписка Все дела Увидимся В следующих Сериях Покедова